Маяки всегда пользовались дурной славой, поэтому постоянно притягивали к себе внимание людей, интересующихся их тайнами и загадками. В далеком прошлом маяк был путеводителем для морских фрегатов. Он помогал морякам ориентироваться на местности при помощи излучения света от своих ламп. В настоящее время по всему миру очень много заброшенных морских путеводителей. Среди них есть маяки с нормальной репутацией, что называется с чистой совестью, поэтому интерес к ним небольшой. Они просто есть и все тут. Но существуют маяки, у которых дурная слава. Их окружает огромное количество тайн, загадок, мистических историй и необъяснимых событий. Поехали! Маяк острова Сегуин Маяк острова Сегуин, построенный в 1857 году, является самым высоким маяком в штате Мэн. Один из его самых ранних смотрителей жил там лишь в компании своей жены в течение многих лет. Она была очень одинокой и пристрастилась к игре на фортепиано в ночи, чтобы нарушать молчание. Но ее муж, казалось бы, не давал никакого выхода собственным чувствам изоляции и одиночества. По-видимому, доведенный до безумия, он взял топор и зарубил жену до смерти перед тем, как совершил самоубийство. Многие люди утверждают, что слышали призрачные звуки фортепианной музыки, доносящейся с маяка ночью. Несмотря на то, что в маяке не было никакого фортепиано в течение многих лет. В 1985 году было принято решение вывести маяк из эксплуатации. И Мичман остался ночевать на маяке, чтобы достовериться в том, что вся мебель и другие ценные предметы были упакованы и погружены на лодку. Ночью офицер вздрогнул и проснулся. Кровать, на которой он спал, яростно тряслась и голос кричал на него, чтобы он убирался прочь из здания. Однако отважный офицер не был слишком встревожен этим происшествием. Он остался на маяке до следующего дня, чтобы упаковать все предметы, за которыми он пришел, и отправить лодку в пункт назначения. Нелепый случай стал причиной потопления лодки, которая так и не доплывла до адресата. Маяк мыса Хесет Хэд. Трагические женские фигуры в воздушных бледных платьях бродят по сотням мест по всему миру на протяжении веков. И маяки являются одним из таких мест. На Хесет Хэд предположительно обитает призрак матери, чья новорожденная дочь упала насмерть со скалы, на которой он стоит. Призрак уже окрестили Серая Леди, так как она, по сообщениям, носит длинную серую юбку, бродя по чердаку маяка, который был превращен в гостиницу. Посетители сообщали о мерцании света, когда никто больше не был в маяке, о дверях, которые, казалось бы, запираются самостоятельно, и объектах, которые исчезают и вновь появляются в другой комнате. Работник, которому было поручено заменить разбитое окно на чердаке, испугался не на шутку, когда он увидел Серую Леди, просто разгуливающую рядом с ним, когда он работал. Естественно, он бросился бежать. Вернувшись на следующий день, он нашел на чердаке осколки стекла от разбитого окна, подметенными и аккуратно сложенными в кучу. Самый жуткий инцидент произошел с фотографом по имени Стив Террил, решившим запечатлеть призрака на маяке. Он заметил прозрачную фигуру Серой Леди, смотрящей на него с чердака. Он думал, что это разыгралось его воображение, так как он и его друг были единственными людьми, живущими на маяке в то время. Но вскоре он понял, что они не были единственными постояльцами, когда он обнаружил гостевую книгу маяка в своей комнате. Книга была открыта на странице, где был записан рассказ предыдущего посетителя о встрече с призраком на маяке. Маяк на Нью-Лондонском рифе На маяке на Нью-Лондонском рифе, неподалеку от Нью-Лондона, в американском штате Коннектикут, живет по свидетельствам многочисленных очевидцев дух одного из первых смотрителей. Маяк был построен в 1910 году. Он имеет три этажа, возвышающиеся над квадратным молом. На маяке, когда его построили, уединенно жили некий Эрни, известный сегодня только по имени, и его жена. Согласно легенде, однажды Эрни обнаружил, что жена его бросила. В оставленной записке говорилось, что она уехала с капитаном с острова Блок-Айленд-Ферри. Потрясенный этим, Эрни залез на крышу маяка и, бросившись вниз, разбился насмерть. В старых журналах маяка на Нью-Лондонском рифе это самоубийство не отмечено. Однако есть довольно странная запись. Скала медленных мучений, владение Эрни. Ад на земле. Маяк на Нью-Лондонском рифе будет светить всегда, потому что я за ним наблюдаю. Я буду смотреть за ним даже издалека, подтягивая где-нибудь пиво. В течение десятилетий персонал маяка неоднократно отвечал присутствие там Эрни. Было слышно, как призрак ходит вверх и вниз по лестнице. И от его появления теплые комнаты сразу становились холодными. Случались и феномены полтергейста. Сами с собой двигались стулья, открывались и закрывались двери. Маяк на острове Бун. Самая мистическая и трагическая история маяка на острове Бун связана с женщиной по имени Кэтлин Брайт. В середине 18 века она вышла замуж и вместе с мужем переехала жить в маяк. Однако здесь счастливая история заканчивается. По одной версии муж серьезно заболел и, несмотря на все старания жены, скончался во время шторма. Кэтлин почти неделю просидела на острове в одиночестве, пока местные жители не нашли ее голодную, опустошенную и не в своем уме от горя. По другой версии смотритель утонул после падения в воду со скалы. Кэтлин вытащила его из воды и затащила тело в маяк. На шестой день местные жители обнаружили жену, сидящую рядом с телом мужа. Все это время она не ела, не спала и, несмотря на все попытки ее спасти, вскоре умерла. После этого местные рыбаки и посетители маяка стали замечать на острове Белый призрак молодой женщины. Многие также отмечали, что слышали странные крики во время штормов. Собака береговой охраны не раз бегала за таинственным невидимым объектом на острове. Еще два смотрителя маяка отмечали, что видели внутри свет, хотя сами в этот момент находились снаружи. И внутри маяка точно никого не было. Маяк Саутер Сооружение, известное как Маяк Саутер, находится в Англии. Его построили для того, чтобы корабли не пострадали из-за рифов. Согласно легендам, один раз судно избежало кораблекрушений благодаря девушке по имени Изабелла. В архивах она числится как жительница сооружения. С того самого времени многие смотрители видели призрачную фигуру, по силуэту напоминающую девушку. По их словам, внутри маяка могли летать ложки с вилками. Да и температура воздуха периодически менялась резко. Некоторые люди утверждали, что девушка пыталась прикоснуться к ним. Нередко видели и фигуру сотрудника в рабочей форме. А после его исчезновения оставался запах табака. Маяк на острове Южный Стек Южный Стек – небольшой островок в Ирландском море, который входит в состав Уэльса. Он настолько мал,